Дать полный и грамотный ответ на вопросы, касающиеся коронавируса, текущей ситуации в стране, предпринимаемых мер. Вот главная цель, проводимых ответственными министерствами и ведомствами брифингов. В этот раз на повестке дня трудовая миграция в зарубежные страны в период пандемии, продление карантина и ряд других. За диалогом следили и наши камеры. Состоялись очередные брифинги о ситуации с коронавирусной инфекцией. Поступило много вопросов со стороны населения, военства по внешней торговой миграции. Отвечал на них пресс-секретарь агентства. Работая в Южной Корее, приехал в отпуск на родину в Узбекистан. Какие документы нужно предоставить для возвращения в Корею и когда я могу это сделать? Согласно требованиям Республики Корея, перед въездом в эту страну нужно в обязательном порядке пройти 14-дневный карантин. Также согласовать свой приезд с посольством Узбекистана в Корею. Согласно обоюдному соглашению, то место самоизоляции будет изучено ответственными организациями. И только после этого гражданин сможет вернуться на место работы. В том числе хочется отметить, что те лица, которые приехали в отпуск в Узбекистан, будут возвращены на место работы чартерными рейсами. Для регистрации в списке им потребуются ID-карты и срок их истечения. В связи с этим с 10 июня по 10 июля чартерным рейсам в Республику Корея по трудовой визе был возвращен 131 гражданин Узбекистана. Брифинг продолжил член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов. Вопрос. Частным клиникам разрешили проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Однако при сдаче происходит контакт с пациентами, которые пришли сдавать анализы по поводу других заболеваний. Не приведет ли это к дальнейшему распространению инфекции? Нельзя ли пересмотреть процесс сдачи анализов в частных клиниках? Вы абсолютно правы. Есть четко определенные санитарные правила и нормы организации забора биологического материала для анализов. И все учреждения, допущенные к проведению этих анализов, должны строго их соблюдать. Этот процесс контролируется органами санэпидслужбы. Забор анализов на COVID должен осуществляться в отдельно отведенном помещении. Проход туда осуществляется отдельным входом. И не допускается пересечения потоков больных с COVID и без него. Сегодня есть частные клиники, которые осуществляют забор материала в отдельно оборудованных специальных вагончиках, вне территории клиники. И это абсолютно правильная постановка вопроса. В следующем выступил начальник главного управления министерства по поддержке Махали и семьи, который рассказал о деятельности организации и ответил на вопросы. В каких регионах были созданы волонтерские центры министерства и его территориальных подразделений? И как организована работа этих центров? Согласно решению специальной республиканской комиссии с 10 июля текущего года, нашим министерством совместно с Агентством по делам молодежи, во всех регионах республики, включая Каракал-Пакстан, было организовано 203 центра молодежи и благотворительных фонда. Для оказания помощи населению в доставке необходимых продуктов выделены машины, а также средства индивидуальной защиты. В числе прочих на брифинге также участвовал пресс-секретарь Министерства инновационного развития Назаката Абдуназарова, которая рассказала о новых законопроектах в этой отрасли.